Продолжение следует... 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 И как ее клыки, ее скулы и ноздри, да, это буквально как масштабирование более крупных черепов, хищных существ. И насколько, например, череп банальной сороки, да, вот я положил его рядом вот так вот с черепом летучей мыши, насколько сорока, да, больше летучей мыши, хотя, казалось бы, сорока, птица, летучая мышь, это млекопитающая, но вот тоже крылатая. Собственно, у меня есть некая слабость ко всему, что имеет свойство к полету, поэтому на этой полочке вот и собраны настоящие существа, умеющие летать, а именно вот рептилии, млекопитающие и насекомые. Ну и как завершение вот этой фантастической темы, это летающий заяц с рогами. Ну и самое-то вкусное, я понимаю, у вас вот в этом удивительном шкафу со сказками. Все верно. Этот шкаф, это на самом деле моя гордость. Собранная за три с небольшим года создания своими руками экспонатов, коллекционирования существующих в природе экспонатов, я продолжаю собирать удивительные вещи. Буквально каждый день еще подобные объявления на том же, например, ресурсе Авито, где порой появляются фантастические экспонаты вот по образцу, например, удивительного огромного палочника из Индонезии, колоссальных размеров, которые в своих размерах превышают рептилию, опять же, тут же ящерицу Драка, которая меня в свое время просто поразила в своей физиологии. И вот одной из креативных работ было создание, например, панно с трофеями, в котором сыграли настоящие головы жуков-оленей. Жуки-олени здесь реальны, все остальное сделано из полимерной глины, дерева и обоев настоящих с использованием натурального мха. Собственно, помимо живых и неживых существ, я собираю также антикварные вещи, одной из которых является настоящий немецкий противогаз от 43-го года, который, к сожалению, находится не в лучшем состоянии, но на полочке смотрится удивительно аутентично. Немецкий фотоаппарат в оригинальном чехле, который, если нужно, я могу тоже открыть, показать. Да, это будет интересно. Сейчас посмотрим, потому что это фотоаппарат-гармошка, который, по сути, представляет собой портативную камеру обскура и вдохновляет меня своей, знаете, простотой. Вот именно насколько эта конструкция гениальна в своей простоте, потому что здесь есть объектив, различные настроенные выдержки дальности. Вот здесь вот видно, что они очень удобны не в футах, а в метрах. На других объективах в футах. Это очень неудобно для российского пользователя. Собственно, откидывается, как же он называется? Визир. Визир, да. Соответственно, в качестве счетчика отснятых кадров используются банально единички, двоики, ну, циферки на самой пленке, которая уже заправлена в фотоаппарат. И при нажатии на кнопку спуска просто открывается маленькое окошко, пропуская свет, отраженный от объекта, и запечатлевая его на фоточистительной пленке. То есть, ни диафрагмы, ничего здесь нет? Фактически ничего нет. Это удивительно простой агрегат, который позволяет делать аутентичные и правдоподобные фотографии моих удивительных существ, сделанных из подручных материалов. Очень большим везением было найти фотоаппарат в оригинальном чехле кожаном, потому что очень мало таких чехлов дошло до наших дней, из-за свойства кожи просто иссыхать, рассыпаться, да, вот, разлагаться. Этой вещи уже около 80-90 лет. Рядом с ним череп настоящего африканского крокодила, который очень здорово сохранен, да, с использованием, опять же, глаз, стеклянных глаз, чтобы придать ему ощущение в жизни. Ну, а рядом с ним лежат окаменелости, опять же, настоящие. Подобные вот трилобиты населяли нашу Землю 250 миллионов лет назад. И именно поэтому за ними находится моя гордость, птерозавр, который был сделан по образцу древнего вида Нимиколоптерос, малого птерозавра, который обитал в основном в лесах тропических и занимался просто ловлей насекомых, да, пропитанием, и маленьких рептилий. Для того, чтобы создать его, я использовал натуральную шерсть и для референса взял настоящую летучую мышь, которую вы могли видеть ранее. Поэтому настолько правдоподобно смотрится его тушка, да. Тельце, оно действительно очень мягкое и обклеенное шерстью, да, а крылья сделаны из пропитанной клеем и окраской бумаги. Вот у вас, Александр, я вижу, совершенно какой-то уникальный экспонат. То ли пришелец, то ли что-то удивительное. Есть много вообще предположений, что это может быть. Либо это тельце маленького примата из тропиков привезённое, либо это действительно некое совершенно неизведанное существо, пришелец или что-то в этом роде. Но есть некая связь между ним и экспонатом, который стоит рядом с ним, а именно немецким старинным противогазом 43-го года, и фотографиями, которые мне удалось раздобыть. Именно этого экспоната, который сейчас продемонстрирую для любопытных зрителей. Я так понимаю, что это некая реликия, о которой вы расскажете на своем канале в ближайшее время. Очень-очень вероятно, что видео на эту тему выйдет при поддержке аудитории, потому что, к сожалению, наблюдается очень сильный спад интереса к моему творчеству, к каналу. Большая часть зрителей, которые приходят посмотреть на фей, приходят из сервиса Авито, а на Ютубе контент почти не продвигается, к сожалению. Поэтому мотивация снимать видео очень невысокая, поэтому я посвящаю сносы свободное время созданию различных экспонатов по своими руками. Но касательно этого, посмотрите просто на то, как удивительно отсняты кадры найденного где-то в заснеженных лесах, не знаю уж, возможно, славянской полосы, да, возможно, где-то в Европе, но явно в 40-е годы прошлого века, судя по тому, в какую шинель-шляпу одет данный субъект, держащий это вот существо у себя в руках, используя небольшую карманную лупу, можно приблизить, посмотреть, что это действительно оно самое, да, обведенное вот красным маркером. Лицо, к сожалению, затерто, и невозможно идентифицировать ни личность, ни кто это такой, но, собственно, сами фотографии, вот можете посмотреть, они действительно старые, очень старые, и очень сложно понять, что это. А как вам в руки попали фотографии и артефакты, Александр? Я не буду раскрывать всех своих секретов, а то мало ли у меня появятся конкуренты. Дождемся, скажем так, вашего откровения на вашем канале. Видео на канале, да, обязательно. Но если переместиться вот с этой полочки ниже, здесь можно посмотреть на мой любимый, пожалуй, самый первый экспонат, который был создан под вдохновением от, разумеется, романа Брэма Стокера, и от большого количества экспонатов, которые существуют в музеях, появившиеся там в конце 19 века на волне популярности темы вампиров, это, собственно, осиновый кол и осиновый молот. Оба они сделаны из осины обожженной, оплетены джутовой веревкой, да, и позволяют эффективно вколачивать осину в сердце кровопийцы. Ну, а молот также оснащен небольшим колом, да, для самозащиты, если нужно будет обороняться от кровососа, который будет очень неохотно умирать. И есть еще вот такой вот образец осинового кола, который можно при желании, конечно, забить, но сделан он больше как дага для самообороны, если нужно будет активно защищаться от кровопийцы. Распятие, которое украшает этот набор, сделано из оливкового дерева, привезенного со святой земли, как и несколько баночек, которые привезены оттуда же. Здесь, например, есть благовоние ладан, сама святая земля и масло со святой земли, что, конечно, составляет неотъемлемую часть набора отъявленного борца с нечистью, потому что, оп, прошу прощения, как же бороться с нечистью без помощи Всевышнего? Также набор украшают антикварные кенигсбергские четки. Удивительные четки, найденные в руинах церкви католической, сделаны из тигрового глаза, из камня тигровый глаз, и лежат они на старинной Библии, которая была выпущена в 1887 году. И, ну, это, естественно, Библия не католическая, это Библия православная, в Петербурге изданная. Вот, также на полочке в центре стоит моя работа. Это вдохновленная рассказом «Король в желтом» с авторством Чемберса скульптура, воплощающая в себе безумие. Именно поэтому она сидит вот на такой, как бы, койке ржавой, как будто вынесенной из психиатрической клиники заброшенной. Ну, а рядом с фигурой, которая будто облачена в желтую смирительную рубашку, лежит книга как раз-таки о «Желтом короле», которая в рассказе играла роль артефакта, сводящего людей с ума. Также вот на этой полке есть одна по-настоящему старинная книга, а именно «Домби и сын» с авторством Диккенса. Старинная книга, так жизненная, сколько я помню, в Петербурге. За, вот тут можно посмотреть дату издания, 1877 год, в Москве выздана. Соответственно, книга удивительная, потому что ее тончайшие страницы не повреждены временем, только слегка пожелтели, она абсолютно читаемая, читать ее большое наслаждение, потому что переводы современные сильно отличаются от того, как переводили книги в недалеком прошлом в Российской империи. Также вы могли заметить на полочках большое количество книжек, посвященных, например, мифическим существам. Здесь есть книги «Северные боги», «Драконоведение», «Волшебные существа севера», «Страшные сказки братьев Гримм», книга, посвященная отдельно нежити, которая является моей любимой книгой. Йохан Эгеркранц – это современный художник, который издает книги последние три года, и его книги просто шедевры, потому что проиллюстрированы очень талантливо, и здесь расписана вся существующая в нашем мире популярная нежить буквально по частям света, с очень талантливыми иллюстрациями этого художника, которые, собственно, и служат мне неисчерпаемым источником вдохновения. Ну, а за этими книжками находится очень красивое издание божественной комедии «Данте» с иллюстрациями Густава Доре, которая, как и книга «Фауст», наверное, является таким источником мотивации, потому что, мне кажется, есть что-то фаустианское в поиске невиданных существ, и, в частности, вампиров, оборотней всего, что связано с некой демонологией. На другом конце полочки — книги по Толкину, который, безусловно, является одним из самых главных вдохновителей меня как вообще писателей, потому что этот писатель буквально был писателем моего детства, на книгах которого я вырос, и поэтому я собираю тоже также коллекционные книги и его творчество. На самой нижней полке находятся существа морского мира, удивительные существа, которые не раскрываются особо современной наукой. Например, подобный эмбрион, который был заиллюстрирован в XIX веке некими немецкими художниками, литография, можете видеть за ним, литография, подробнейшая изображающая вскрытие этого самого эмбриона, его строение черепа, которое, очевидно, очень похоже на черепа, таких созданий, как белухи, например. И видно, что большой вздутый лоб младенца это на самом деле не кость, а большой-большой слой жира, который защищает от большого давления этих существ. Само Дитя моря, защищенное формалином в банке, находится в состоянии феноменальном для своего времени. Конечно, сама банка не в лучшем состоянии, видно, что она очень сильно побита временем, но то, что текст и надпись составлены на французском, задает только большую загадку. Да, может быть, зрители канала, которые увидят подобную литографию, смогут расшифровать, что там написано. Но по приблизительным данным, да, переводе, скорее всего, рассказывается о том, почему эти существа имеют жабры. То есть, удивительно для млекопитающих наличие жабр под шеей. И, скорее всего, они там присутствуют именно потому, что из-за небольшого размера и постоянной угрозы быть съеденными хищниками, такими как барракуда, банально, на поверхности океана, они рождаются на большой глубине. И для первого вдоха им просто необходимо иметь альтернативный источник дыхания. И уже с развитием эти существа учатся всплывать на поверхности и избавляются от жабр, переходя на легкие, которые очень подробно изображены также на литографии. На мой взгляд, это существо является неким еще неизученным видом некого морского примата. Я не гарантирую и не могу судить о разумности, хотя бы потому, что я не представляю вообще образа жизни этих существ. Но, учитывая, насколько примитивны его конечности по сравнению с приматами наземными, они не способны на некое очень развитое творчество. Вероятнее всего, о них мы узнаем очень нескоро, из-за того, что ареал их обитания это очень-очень серьезная, значительная морская глубина. Венцом коллекции морских твар является рыба-удильщик, глубоководный удильщик, у которой есть удивительная пасть внутри пасти, в глотке. И даже его феноменальная вот эта приманка-кисточка сохранена у него на голове вот здесь, вот можно видеть, которая из стороны в сторону, передвигаясь в толщу воды, служит приманкой для безмятежных рыб, служащих ему кормом. Так как я являюсь большим фанатом насекомых и ракообразных, здесь рядом с удильщиком стоит потрясающий рак-медведка, который относится к отряду десятиногих раков. У него, в отличие от других ракообразных, клешней нет, зато есть мощнейшие лопаты, которые служат ему для вскрывания грунта земного, например, морского грунта, в поисках добычи. Он совершенно безвреден, он, грубо говоря, травоядный, то есть он не питается живыми организмами, но внушительные размеры делают его потрясающе угрожающим экспонатом на этой коллекции. Ну и в самом углу коллекции находится поразительная рыба под названием рыба-нетопыль, которая отличается от остальных представителей морской фауны тем, что не умеет плавать, хотя является рыбой. Передвигается по морскому дну, но на своих четырех плавниках, которые развлечены фактически в некое подобие конечностей, и можно видеть, что у нее есть буквально локти, можем это достать, показать зрителям, что у этой рыбы буквально есть ярко выраженные локти, позволяющие ей ковылять, вот так вот передвигаться по дну, нижние плавники служат опорой, собственно, самое потрясающее в ней это наличие приманки, которая имитирует морского червя, ярко-ярко-красная приманка изливается в воде, приманивая добычу, после чего эта рыба буквально всасывает в себя воду вместе с жертвой, ну и впоследствии, естественно, переваривает. Родственником этой рыбы является также небезызвестная рыба-легушек, надеюсь, я правильно ее произношу по-русски, потому что английский вариант произношения рыбы это как раз фрокфиш, которая точно так же не плавает, но ходит по дну и точно так же втягивает воду, и феноменальным является то, с какой скоростью она это делает, а собственно скорость это 1,6 секунды, это самый быстрый укус на планете Земля. Ну и в конце видно рыбки-кузовки, которые казалось бы ничего не примечательные, обычные морские рыбки, но поразительным их делает то, насколько их зубы похожи на человеческие, можете видеть на видео. Они характерны таким прямым скосом, и разумеется, это просто пример так называемой конвергентной эволюции, то есть параллельного развития, очень похожих на друга, как сказать, агрегатов, служащих для употребления пищи, но это придает им такую жуть особенную. Я смотрю, у вас тут Венесста коллекции, наверное, вы немножко поскромничали, не показали свое изделие великолепно вот это вот. Это правда, это правда, не показал я его по одной простой причине, этот экспонат еще не завершен, а голова азиатского дракона нуждается в туловище, потому что я очень хочу сделать из него полноценное чучело. Можете видеть, насколько подробно исполнена эта голова, просто потому, что у нее даже есть ресницы небольшие, вот можете видеть, и рога, использованные рога настоящие, рога косули, как и шерсть, она мягкая, на ощупь очень мягкая, тактильная. Зубы же являются копией лисиих зубов, то есть форма черепа и форма зубов фактически изображает самую правдоподобную возможную конфигурацию строения драконьей головы, если мы говорим об азиатском драконе, имеющем рога, подобные рогам косули, ну и с черепом лисы связана удивительная история, казалось бы, ничем не примечательный череп на медальоне, но, во-первых, медальон для черепа я вырезал своими руками деревянный, а, во-вторых, сам череп я нашел также самостоятельно, просто гуляя вдоль дороги, нашел целиком тело истлевшее, то есть скелет лисы, и череп вываривал на заброшенном сеновале в деревне, в грозу со своим товарищем, это было удивительное приключение, но и он тоже служит таким напоминанием о тех событиях моей жизни, которые вселяют такой дух странствий в меня и мотивируют на дальнейший поиск экспонатов, также есть удивительный, в своем роде уникальный для частных коллекций череп дельфина, да, с которым связана удивительная история, которую можно, кстати, да, история с ней связана очень-очень интересная, потому что я планирую написать работу исследовательскую по одной удивительной книге 16 века, которую написал небезызвестный Альдро Ванди, итальянский натуралист, занимавшийся поиском различных аномалий феноменальных существ, населяющих планету Земля, и вот у него есть иллюстрация, которая сейчас продемонстрирует, да, но надо зрителям, наверное, показать, мы, по-моему, верх ногами череп дельфина-то держим, то есть, по идее, он вот так должен быть, а вот это правильное положение, здесь глазницы, здесь ноздри, здесь все правильно, в этом плане как раз подобное отношение к черепу и послужило причиной конфуза, я специально это сказал, чтобы мы перешли вот к тому непониманию, которое родилось в странную идею. Значит, у Альдро Ванди был заиллюстрирован вот такой вот удивительный морской зверь, которого он назвал «Одноглазый морской двулапый дракон». Собственно, я перенес его в свою книжечку, буквально отрисовав его штрих к штриху, и изначально был уверен, что это существо полностью мифологическое, и что не может такого существовать в действительности, но потом для меня дошло, что я это существо уже видел, и зарисовал его скелет. Можете посмотреть, насколько он совпадает с самим существом. И, собственно, вот его голова, голова одноглазого, двупалого морского дракона. И вот она, удивительная черта человека, интерпретация, интерпретация останков, которых он не понимает. То есть, получается, в какой-то период вот этот естествоиспытатель нашел на берегу и слевший или там разразившийся скелет дельфина. Все верно. Останки его. Обтянул его кожей, но обтянул его вот так и вставил ему глаз в ноздрю, потому что идентифицировать, где у этого черепа глаза, вот неподготовленному, непроходившему какой-то курс анатомии, биологии для человека просто невозможно. Вот циклоп. Морской циклоп, фактически. То есть, точно такая же история связана с интерпретацией останков мамонтов как останков циклопов. Это популярнейшая мифологическая история, которая уже фактически является общепринятым мнением, что в Греции в пещерах были найдены останки мамонтов, которые, естественно, при неверной интерпретации были восприняты как скелеты гигантов, циклопов, у которых, опять же, вот на том месте, где у них хобот, огромная такая ноздря, куда греки, не задумываясь, влепили огромный глаз. Вот так и образуются легенды. Собственно, череп дельфина это одно из подтверждений такого легендариума. Вот не могу не обратить внимания, у меня просто как-то этот отареп очень похоже на маску чумного доктора. Так вот смотришь, вот череп дельфина маска чумного доктора. Это правда. Очень похоже. Прямо ассоциирует. Да, это правда. Кстати, маска это не чумного доктора, это венецианская маска, причем настоящая венецианская. Люди из Венеции, моим дедом, это маска Мефистофеля. И она там неспроста, потому что в поиске, грубо говоря, истины, ну и в поиске никаких неизведанных уголков земли есть что-то фаустианское, да, Фаусти главный персонаж. Наряду с Фаустом это Мефистофель, и вот, собственно, его маска украшает полочку. А за маской находится репродукция картины Брегеля Ланс Кнехты. Питер Брегель это один из моих любимейших художников Возрождения, Голландского Возрождения. Ну и рядом с ним один из моих любимых сюрреалистов это Рене Магрид. И его картина, собственно, влюбленная. Тоже репродукция, конечно, оригинал у меня никогда не достать, но сама картина вызывает очень теплые ощущения и эмоции. Собственно, тот экспонат, про который еще не рассказали, да, это череп из Паракаса. Естественно, не оригинал, а копия, музейная копия, которая была создана очень талантливыми мастерами для демонстрации студентам-антропологам, да, и, в принципе, для демонстрации в Возах. Но волей случая попала в мои руки и теперь украшает мою полочку, являясь поистине таким венцом коллекции черепов, которые у меня потихоньку пополняются. Можно увидеть, насколько детально, насколько правдоподобно она сделана. И в создании этой реликвии, да, меня поражает то, что даже зубы были отлиты каждый по отдельности, вклеены в челюсть. И, естественно, череп этот у меня на полочке не просто так, а именно потому, что он является подтверждением того, что современное восприятие антропологии, развитие человека далеко от действительности, хотя бы потому, что объем черепов из паракаса больше объема классического черепа Homo sapiens почти в два раза. И если объем человека, человеческого черепа, да, именно объем для мозга, да, черепа, составляет около 1450 кубических сантиметров, то объем черепной коробки черепов из паракаса составляет от 200 до 300 кубических сантиметров, что, конечно, поражает воображение. И говорит о том, что они, конечно, являются отдельным видом, который не имеет неких эволюционных предпосылок, то есть, как появился этот вид на планете Земля, не очень понятно. Разумеется, обычное объяснение людей о том, что черепа были просто вытянуты, здесь не работает, потому что при вытягивании черепа объем не меняется, он остается 1450 кубических сантиметров. И если позволите, я расскажу кратко, как вообще могла появиться эта культура вытягивания черепов, потому что, занявшись небольшим беглым исследованием, доступным в интернете ресурсов, я понял, что анализ ДНК этих черепов позволил заявить о том, что генетически они происходят из побережья Черного Каспийского моря, что, конечно, просто подрывает воображение, если мы вспомним, что паракас это Южная Америка, Тихоокеанское побережье. Вопрос, как черепа, которые относятся по генетическому фонду к жителям Черноморского побережья оказались на Тихоокеанском побережье Южной Америки. И люди, занявшиеся исследованием, объяснили это так. В свое время, около 3000 лет назад, эти существа, ну, люди, будем называть их просто людьми с вытянутыми черепами, двинулись от побережей Черного моря по всей Евразии, далее по Северной Америке, через Берингов пролив, побережье Южной Америки. И неудивительно, что они оставили за собой удивительный культурный след. Ведь мы можем наблюдать культуру вытягивания черепов не только в Южной Америке, но и также в Северной Америке, где не найдено подобных останков, где найдены только деформированные человеческие черепа. Также в Египте была популярна традиция вытягивания черепов жрецов и правителей. И, собственно, на побережье Черного моря были также найдены подобные черепа, что связывает этот удивительный путь миграции в единую культурную историю, которая, к сожалению, окутана завязой тайны, так как никаких письменных источников не осталось. Единственная книга, которую мы можем прочитать, это, собственно, книга ДНК, череп, который хранится сейчас в музее Паракаса. Их там множество, около 200-300, может, даже больше, больше черепов, скорее всего, даже. В общем, множество черепов, хранящихся в музее Паракаса, служат подтверждением того, что современная история далекого прошлого, который мы изучаем в школах, далеко не идеально и далеко не так подробно описывает нам наше прошлое и вообще рассказывает о картине мира в целом. Субтитры создавал DimaTorzok